Доброе утро, друзья! Мы с нами снова на моей кухне. И еще один небольшой сюжет. Вот то, что сейчас вы видите. Одной рукой я высыпаю из банки. Ладно, сегодня высыпалось вот это вот. Вишни. Это бывшие хосточки. Видите, да? Такое впечатление, тут вот некоторые есть такие вот что. Такое впечатление, что хоть сейчас они, вот они, еще белые. Пока белые, значит, живые. Итак, это волочная вишня. Она была помещена в эту банку в декабре месяце. И засыпана песком, слегка сырье. Ну, сейчас это должен быть сырой. Но уже не сырой. Сейчас объясню, почему. Что процентной схожести не получается. Потому что, видите, вот есть нераскрывшиеся. Сейчас тут практически песок сухой. То есть, те, которые взошли, высосали всю влагу, превратились в... Превратились, вот видите. Сколько корней, некоторые корешки длиною. Сейчас посмотрим. Да, длиною... Пошу, длиною. Вот. Вот. Натуральную величину. Значит, что здесь интересного? Интересно то, что сегодня 31 августа. Завтра первый школьный день. Вот столько они там пробыли. Вот так они простояли в холодильнике. И вот этот холодильник, где температура 2-3 градуса в среднем, всегда запоминает температуру возле стенки этой. Если там, у дальней стенки 0, бывает даже подмерзает, минус 1, то у передней стенки 4-5 градуса. Вот такой разброс. Вот. Но оставил где-то посередине 2-3 градуса. Тем не менее, жить кусочки хотели. Зашли. Вот. И не дождались своего часа. Не дождались, потому что волосцевечество мне уже не нужно. То есть она нужна. Вот так складывается, что просто угас интерес с удовольствием. Просто угас и все. Как мои друзья говорят. Ну, которые уже в таком возрасте, что работать до дачи не могут. Мы свое отработали, а наши дети ездят, наши внуки уже, внуки ездят на шашлыки. Вот. Представляете, всегда тихий, тишайший красный хутор, где я живу, где мой сад. Вот сейчас там по ночам ревет музыка. Она доносится из автомобилей, потому что рядом жарят шашлыки. Это вот наша действительность. А вы говорите семена, вы говорите какая схожесть, что здесь только с этой банки, да? Вот там получилось бы несколько тысяч или две прекрасных деревьев. Причем с гарантированной схожестью. Гарантированно. Вот такой грустный разговор. Последнее время у меня есть все больше грустных этих разговоров. Ну, раз уж мы говорим о Волочной Мишне, я попрошу Андрея Денисенко, оператора компьютерщика, вставить пару фотографий, откуда они были, деревья, которые взяты. Напомню, что у них слабая корневая шейка. Садить только на холмы. Не отрезать нижние скелетные ветки, не превращать куст, у него кустоведняя форма, в дерево со штамбом. Нет штамб, и не надо. Просто хватает до сих пор дебильных. Да нет, их не хватает. Их это слишком много, чем хватает. И количество все увеличивается. Ну вот, посмотрели. Еще один небольшой сюжет. Напоминаю, стратификацию начал я в декабре-январе. И если у вас достаточное количество хочет, старайтесь их одни чуть тратить, а другие чуть позже этих сроков. Почему? Потому что есть какая-то зависимость от природы. Вот сидят они в холодильнике, в холоде, а все равно знают, что творится там, в космосе. Ранняя весна и всходят раньше, а мы не готовы. Поздно весна, позже всходят. Поэтому старайтесь положить яйца в две корзины. Вот эти яйца в две корзины. Ну вот, надеюсь, что что-то станет, что чего-то станет больше в садах. А это яркий пример вообще того, что садоводство, как шевеление на коже сокращается, а не увеличивается.